По поручению жителей нашего микрорайона мы хотим поддержать группу Взгляд.Инфо как честных, порядочных людей, которые неоднократно приходили к нам на полчу. Именно с нашим вопросом по поводу закрытия дороги общего пользования, застройки, они нам помогли в течение нескольких месяцев, они помогали и освещали этот вопрос. И все-таки добились мы того с их помощью, что у нас сейчас дорога осталась. И хочется поддержать честных и порядочных корреспондентов, журналистов. И мы им очень благодарны за это. Да, мне тоже хотелось бы добавить, что люди работали честно, ничего не убавляли, ничего не прибавляли. Вот именно вникли в нашу проблему, то, что вот тут все было загородно, беспредельщина какая. Сколько стоило вот выкинуть вот этих людей, тут и прокуратура, и все было. И никак это невозможно было делать. И только я считаю, что Взгляд.Инфо своей вот напористостью, своей вот такой, как это сказать, ну вот... Даже не могу сказать последовательность. Последовательность, да. В этом вопросе и помог. Вот и все. А теперь что же, за правду выступили? И мы узнали, что, в общем-то, их как бы... Притесняли теперь. И все, конечно, все... Хочется выступить, поддерживать. Бурлят. И обратиться к председателю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину с тем, чтобы он разобрался. Александр Иванович, разберитесь, пожалуйста. И не дайте произволу пустошествовать. Да, только начали жить так, прям почувствовали себя защищенными, да, что люди вникают в наши проблемы, и вдруг такое узнаешь, что за это их наказывают. Ага, большие гонения какие-то, да. Взгляды, инфо, близкие поклоны, большое спасибо. Большое спасибо. Всех жильцов.